Здравствуйте, дорогие товарищи слушатели! В эфире культурная повестка на уютной кухне. Я ваш покорный слуга, товарищ Алексей и товарищ Кошка. Здравствуйте, товарищи. Кошка мяукнет что-нибудь? Не, не мяукает. Ну ладно. Может мяукнет потом. Так, товарищи, в рамках культурной повестки я расскажу стих наизусть, как всегда, по обыкновению уже. Тот стих, который на стриме начал рассказывать, я, во-первых, выпустил там это вступление, а финал вообще не успел досказать, потому что мы не рассчитали что-то там с задержкой сигнала. Да, уж не обессудьте, товарищи. Да, и раньше времени отключили. Расскажу стих полностью на этот раз. Стих называется «Барынинсон». Это его товарищ Демьян Бедный написал в честь того, что в какой-то эмигрантской газетенке, они вообще во всех тогда газетах писали, что когда же, мол, в том духе, когда же русский народ от этого красного наваждения заточнется, говорит, мы верим, придет это время. И вот таким верунам написал товарищ Демьян. «Православные христиане, отставные купцы, помещики и дворяне, очаровательные дамы и почтенные мужчины, разгладьте ваши морщины и простите меня по случаю торжественного дня седьмой октябрьской годовщины. Сократив свой воинственный пыл, я совсем про вас позабыл. Позабыл про кадета Милюкова, позабыл про купчину Гучкова, позабыл про фабриканта Коновалова, позабыл про Керенского-Шалова, позабыл про Чернова-Учредиловского дурачка. Разве всех перечтешь с кондачка? Был без малого два миллиона вас, подравших за российский кордон. У нас тут веселый советский трезвон, тонет все в красном свете, ну, совсем из головы. Вон, что вы есть еще где-то на свете. Во внимании вас не берем, не броним, не корим, не жалеем. Так хоть я умягчу ваши раны елеем, с красным вас октябрем, с семилетним вас юбилеем, искупая свою вину, расскажу вам сказку одну. Про барыню, змею подколодную, сказку старонародную, большевистским октябрем омоложенную, на советский лад переложенную. Во времена Оны, когда еще были крепостные законы, при прадедушке последнего царя Николая, жила-была барыня, злая-призлая. Бывал, к ней староста утром заявится насчет наряду, какого справиться, так она его врыла раз, потом уж приказ. А уж как мужиков казнил безбожно, рассказать невозможно. Жилось мужикам нестерпимо, ну и наиспасались вестимо, в петлю летом, в прорубь зимой. Но вот, выпал случай. Мужиков этих мимо, шел солдат на побывку домой. Зашел в деревушку, к мужикам постучался, гость подобный нечас случался, мужики ему рады, откуда, куда. Рассказал им солдатик, дело обычное, где бывал и какие видал города, про житье рассказал, про столичное. Ну а вы как живете? Житье гримычное, мужики в один голос про беду, про свою. Позавидует, черт ли, такому житию. Правит нами барыня, барыня-сударыня, помещица заклятая, богатая-прибогатая, злющая-призлющая, ведьма-сущая, мучительница ООО. Не щадит никого, ни деревенского, ни дворового, ни хворого, ни здорового, ни старого, ни малого, ни кривого, ни беспалого, ни ленивого, ни проворного, ни дерзкого, ни покорного. Орет за мучию, по всякому случаю, за чех, за взгляд, За невыход в наряд, за честность, за блудни За праздник, за будни, за церковь, за кабак Дерет, как собак Как жить нам, солдатик? Как быть нам, касатик? Не дашь ли совета? Живет нас со света ведьма эта Затянувшись, разразившись ядреную поговорку Затянулся солдат махорку Это мне курить захотелось Потом пошел в уголок Развязал свой узелок Обсмотрел на нем всякие баночки Обнюхал разные скляночки И, чья хвость помещится вдоль и поперек Поднес мужикам пузырек Этих капель подбавьте ей в кофе, ребятки А потом мы почешем ей пятки Случай выбрали в точку Хватив кофейку кипяточку Злая барыня хлоп Повалилась, как сноб Спит, храпит, тяжко дышит Не видит, не слышит Бревно бревном, хоть руби колуном Ну, сказал солдатик Теперь укращать будем Семьянтова зверя Кто у вас на деревне первейший буян? Весь сапожник у нас Емельян Лютый? Страсть! С женкой ладит? Ладит! Пусть ее на неделю к родным Он спровадит, не мешало, чтобы А мы ему для доброй учебы Под видом его на и жены законной Подселим барыню на недельку Переженили мужики Емельку Емель, постарайся для мира Ладно, неси сюда этого вампира Емельян с утра молоточком стучит Сапожки новые туги А барыня злая, проснувшись, кричит Слуги! Слуги! Мишка и пишка! Аксинья, фитинья, лукерия, гликерия! А имели из тугов сапога, убивая колодку Это я тебе, шо ли, слуга, стучертить тебе в глотку? Барыня встрепенулась и вся Ты откуда взялся? Как откуда? Мужа не признаешь, паскуда За окном давно белый день, а ты тут в постели Себя разуваживать? Сдернул Емельян с ноги ремень И давай барыню нахаживать Вставай! Развела дома стужу Топи печь, топи печь, топи печь Да своему законному мужу не перечь, не перечь, не перечь Барыня сначала диким криком кричала Визжала, ерился, под конец замолился И, утирая слезы рукавами, побрела с дровами Затопила печь, обед приготовила Ни в чем Емельян не прикословила Да Емельян придирчив, беда Это че, еда? Думаешь, я не вижу? И выплеснул ей на голову всю жижу А на другой день новая придирка За барыней и печь, и стирка, и хлев, и огород За плетнем народ стоит, любуется Ди удивуется, своим ушам, глазам не верит Как-то Емельян барыню костерит Не по-барски ее величает К работе черной приучает Сошла барыня на тень Свалившись от работы на седьмой день До того показался ей праздничек трудным Уснула барыня сном беспробудным И не слыхала, как ее деликатно снесли мужики в усадьбу обратно Проснувшись на барской пуховой постели За место грозного Емели с лицом и спитом в прыщах и угрях Увидала барыня в дверях Мишку и Пишку, Аксинью, Фитинью, Ключницу-Лукерью и старосту за дверью Боятся они подойти к ней близко Кланяются низко На барыню глядят, умиляются Здоровицы справляются Голубушка, барыня Барыня, сударыня Уж мы-то ждем заждались, как вы не просыпались Всю ночь стонали охали От снов лихих отболили Покушали неплохо ли А пицца ли не изволили Голубушка, барыня, барыня, сударыня Возвела барыня глаза в угол на образа И личка ее прояснилась Так это взаправду мне все приснилось Так это, значит, во сне было божье указание мне Староста, беги за сапожником Емельяном Над ним, злодеем-смутьяном, свершу веление божьего суда Господи, в мыслях с тобой неразлучно Розок, розок и Емельку суда запорю собственноручно И мораль от Демьянушки Ой, ты бар не российская Ой, ты шпана белогвардейская Уж не семь дней, семь годков Срок значительный Сон тебе все снится мучительный Сон мучительный, злая напасть Рабочекрестьянская власть Семь годков и восьмой на пороге Ты все пребываешь в тревоге И теряя остатки ума, чай не веришь уже сама Что от красного наваждения Когда-нибудь дождешься пробуждения Страдаешь восемь лет И конца страданием нет Ну, как мы знаем Барыня таки очнулась Ее зачем-то в усадьбу принесли Сами, своими руками Хрен знает, как те мужики Просто в басне Чего они, какого они добра ждали от нее Непонятно Ну, а барыня ясный хрен Только пришла в себя Только силы почувствовала Сразу поперла Запорю, разорю Этого сжечь Этого утопить Товарищи Так что мораль по-настоящему Она такая будет Что если уж делаешь Так делай до конца Ну, на этой позитивной ноте Культурную повестку Считаю законченной Товарищи Читайте классиков Будьте здоровы Берегите себя В это непростое время И до новых встреч Всем добра